Приветствую вас. На кой взгляд проблема, которую вы описываете, раскрывается через два аспекта. Первый аспект включается в том, что вы не совсем уверены в себе. То есть, как я понял, на примере с вашей девушкой, вы не столько боитесь того, что на нас нападут, или того, что с ней что-то случится, сколько боитесь вы того, что перед ней выступите или проявите себя, ну, не за всем позитивным ключом. То есть, вы хотите поддержать вот этот вот образ свой у нее, образ такого уверенного и бесстрастного человека, и вы боитесь его потерять. Это самый образ. Знаете, в социальных отношениях существует такой термин, как подача. Вот именно в личностном взаимодействии существует такой термин, как подача. То есть, это то, как человек подает себя другому. Именно поэтому у многих молодых-молодых людей впоследствии, когда они уже какое-то время в отношениях, возникает такой конфликт, такое противоречие, когда реальный человек предстает соответствовать образу. Да? Вот. То есть, человек выходит из своего образа и начинает выглядеть совершенно не так, как раньше. Этот момент, момент, о котором я говорю, он чрезвычайно важен. Во-первых, для чего вы хотите, значит, ну, свой образ, как бы, поддерживать, да? Почему вы создали именно такой образ, что мотивирует вас на то, чтобы, значит, действовать именно, именно вот в подобном ключе, да? Это первое. Второе. Значит, второе. Это причина, по которой вы не уверены в себе. То есть, почему вы не уверены в себе. Что заставляет вас быть не уверены в себе и так далее. Это очень важный момент. Здесь я рекомендовал бы вам в обязательном порядке выписать те аспекты, в которых вы в себе не уверены, и постараться с ними поработать. То есть, что вы в себе принимаете, что вы пытаетесь в себе отвергать, что вы, значит, в себе цените, что любите и так далее. С этими моментами нужно обязательно поработать, потому что эти моменты важны. Значит, это был первый аспект. Первый, но не единственный. Значит, это второй аспект, который касается того, что вы именно боитесь. То есть, вы пишете именно о том, что у вас есть страх. Страх, что на вас нападут. Соответственно, давайте попробуем подумать так. Что стоит формально или фактически за этим самым страхом? Что за ним стоит? Чего вы боитесь и почему вы боитесь? Постарайтесь для себя это по возможности понять. Боитесь ли вы, например, ну, скажем, нападения? Вот лично я думаю, что нет. Думаю, что нападения вы, наверное, не боитесь, потому что вы занимаетесь меченными видами единоборств. И, скорее всего, защитить себя вы сможете. То есть, проблем никаких с этим у вас, я думаю, нет. Другой стороны, почему вы решили заниматься единоборствами, что вас подскуло на это? Это уже вопрос немножечко другой. И я думаю, что это вопрос очень важный, над которым можно было бы отдельно с вами поработать. То есть, что заставило вас начать заниматься единоборствами? Важный момент, в ваших моментах. Далее, значит, определите предмет, чего именно вы боитесь. То есть, ну, хорошо, вот, значит, на вас, вы представляете все, что на вас нападает. Понятно. Но что дальше? Вы же знаете, наверное, что можете себя защитить. А раз вы знаете, что можете себя защитить, то получается, что и бояться вам особо нечего, если вы знаете, что защитите себя или нет. Что стоит за вашими страхами? Далее. На мой взгляд, очень важный аспект. Чтобы вы понимали, что страх – это, в принципе, хорошее качество. То страх – это естественно, это нормально, это здорово и это правильно. Правильно испытывать страх, но неправильно становиться от него зависимым. Поэтому и нужно постараться определить предмет ваших страхов, что за ними конкретно стоит. И здесь, я думаю, что, поскольку вам не так много лет, всего лишь 18, здесь я думаю, что за этим стоит, скорее всего, как какое-то событие в детстве, которое вас, ну, довольно сильно травмировало, и которое до сих пор осталось в вашем сознании, которое, условно говоря, не дает вам покоя. Соответственно, это событие нужно проработать. Различными способами, например, есть такой прием, как возрастная регрессия, там, с помощью этого приема можно проработать ваши травмы, которые у вас были вот в детстве. Вот. Значит, далее, что вы можете сделать, в принципе, уже сейчас? Уже сейчас вы можете, значит, освоить несколько важных моментов, которые могли бы вам помочь справиться с вашими страхами и, может быть, в меньшей степени чувствовать их влияние на себя. Первый способ, первое свидетельство это такой прием, когда вы представляете себе то, чего вы боитесь. На самом деле это не так сложно, как может показаться. Представьте себе, что вы оказались в ситуации, в которой вы так боитесь. представьте себе, что эта ситуация все-таки с вами произошла и подумайте, что вы будете в случае происшествия с вами делать, каков будет ваш план действий, как вы будете поступать, что вы будете делать и так далее. то есть попробуйте вот на эту тему обязательно для себя подумать, что это и как можно более конкретно проанализировать, что вы будете делать в случае, если с вами это произойдет. То, что вы может быть боитесь, дальше, далее, если вы продумаете план действий, то вам будет не так страшно, если что-то случится, потому что вы уже будете знать, что у вас здесь готовый план на случай, если это случится с вами. следующий важный аспект, который нужно сказать, это аспект звучит так, случилось ли то, чего вы боитесь? Еще. боятся? То есть, каждый раз, когда вы начинаете чувствовать страх, задавайте себе этот вопрос, случилось ли то, чего я боюсь? Или еще нет? Если нет, то чего бояться? Чего бояться, если это еще не случилось? Постоянно отдергивайте себя, постоянно задавайте себе этот вопрос, и я уверен, если вы приучите себя это делать, то вам будет гораздо легче. Далее, поскольку совершенно понятно, что когда то, чего мы боимся, значит, все-таки происходит, то у нас может возникать достаточно бурная реакция на это. мы не этого боимся, мы себя к этому готовим, мы же как-то настраиваем себя на это, когда это случается, соответственно, можем испытывать куда более бурную реакцию, и по этой причине, по причине бурной реакции гиперболизировать негативный эффект от того, что нами произошло, и тем самым субъективно воспринимать то, что у нас случилось. поэтому, чтобы это вам не грозило, постарайтесь задавать себе вопрос подобного типа, а именно, значит, вопрос звучит так. Значит, так ли страшно то, чего вы боитесь? Так ли это для вас ужасно, так ли это для вас негативно? То есть, постарайтесь спрашивать себя именно об этом, как бы успокаивая себя в том контексте, что в действительности тоже вот так. Бояль не так страшно, как вам казалось. И это поможет вам опять же преодолевая данные негативные переживания. Даже если с вами что-то случится, даже если с вами что-то произойдет, вы все равно будете здраво, трезво оценивать то, что случилось и не будете как-то чересчур негативно на это реагировать. Вот такие можно рекомендации вам дать. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если в этом задались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен мне сделать его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам.